В этом уроке я сделаю проявку вот этого RAW файла и получу вот такой вот результат. Но самое главное, я вам покажу, как можно быстро и удобно устанавливать баланс белого. Итак, давайте приступим. Это исходная фотография. Моя задача проявить этот RAW файл. Итак, приступим. Находим белую точку. Движок белый вправо. Вот у нас появились красные области. Останавливаемся. Движок светлый влево. Поставлю даже на минус 100. Движок черный влево. Определяем черную точку. Вот у нас появились синие области. Останавливаюсь. Движок тени вправо. Вытягиваем тени. Оставим пока так. Экспозицию сделаем чуть-чуть пониже. Удаление дымки вправо. Добавлю немного четкости. И текстура. Тени до конца на плюс 100. Движок черный чуть-чуть вправо. Уберем вот эти синие области. Движок белый вправо. Есть. И чуть-чуть добавлю красочности. Получил вот такой результат. У нас остались некоторые области красного цвета и синего цвета. Но я думаю, их можно вполне оставить. Они очень незначительные. И на общую картину, конечно, не повлияют. Давайте отключим предупреждение о цветах и теней. И посмотрим. Вот такая картинка была. Вот такую картинку получили. Все вроде бы смотрится отлично. Но, конечно, явно видно, что здесь у нас присутствует посторонний такой вот очень сильный синий оттенок. Мы с вами, конечно, можем выбрать инструмент баланс белого. Это вот эта пипетка. И щелкнуть по какой-либо области, которая является серой. Но лучше сделать не так. Мы можем довольно долго щелкать. И не обязательно попадем именно в ту точку и устраним паразитный оттенок. Так. Лучше сделать так. Инструмент баланс белого активен. Я щелкаю в левом верхнем углу и обвожу всю картинку. Перевел курсор мыши в нижний правый угол и отпускаю. И посмотрите. Было вот так. Стало вот так. Вы видите, что вот такой слишком сильный синий оттенок ушел. И вот наш окончательный результат. Вот такая картинка была. Вот такую картинку мы получили. Посмотрите, как замечательно мы проявили этот RAW файл и устранили паразитный оттенок. Если вы обрабатываете фотографию в основном в модуле Adobe Camera RAW, то вы можете использовать вот эти вкладки, которые у нас здесь еще есть. Детализация, смешение цветов, цветокоррекция, ну и так далее. Я обычно их не использую. Я делаю проявку на вкладке «Основные». После этого открываю «Снимок в фотошопе» и уже продолжаю обрабатывать фотографию здесь. Спасибо за внимание. С вами был Накрошаев Олег. Сайт Photoshop Сундучок и канал «Фишки Фотошопа».